Освещение в рисунке — одна из самых важных ключевых тем. Даже плохо детализированную картинку можно исправить освещением, и она начнёт выглядеть привлекательной. Так жалко, что освещением нельзя исправить кривые руки. Хотя... Батюшка, осветите, пожалуйста, руки! Не поможет, сын мой, ты же этими руками фурятину рисуешь, окоянный! Окай. Большинство новичков забивают на тему с изучением света, и из-за этого страдает всё их творчество. Но давайте всё уже по порядку. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak. Всем здравствуйте, всем привет! Сегодня обсуждаем всё про свет, популярные ошибки новичков, виды источников освещения, как отогнать огромную паучиху, ну и тому подобное. Первое, что следует запомнить, несмотря на то, что форма является основой любого рисунка, именно свет эту форму показывает. В отсутствии света, то бишь во тьме, никакую форму мы не видим. Совсем. Да, мы вообще ничего не видим. Тьма — это как сердечко твоей бывшей. Или бывшего. И именно источники освещения определяют восприятие зрителя от вашей картинки. Даже самая милая, привлекательная кавайная эльфийка при неправильном освещении превратится в крепоту и легко избавит вас от запора. Из чего следует самое простое первое правило. Всегда держите в голове, где у вас будут источники освещения. Кстати, тут легко проверить художника, новичок ли он. Спросите его, где находятся источники света на его работе. Если он скажет «не знаю», «забей», «ну, наверное, здесь». Знаете, перед вами новичок. И я не ошибся, сказав слова «источники», а не «источник». Даже если на вашего героя светит свет только от факела, или же он стоит на улице под солнцем, где, по идее, других источников освещения быть не может, то не забывай, дорогой художник, что свет отражается от разных поверхностей с разной интенсивностью. И больше того тебе скажу под разными углами, что создает дополнительное освещение на вашем герое или любом другом объекте. Но мы отвлеклись. Давайте по порядку. Источники света делятся строго на две категории. Ну, для снобов на три. Направленные, всенаправленные и рассеянные. Направленный источник освещения — это фонарик и всё, что на него похоже. Все направленные источники освещения — это как лампочка или солнце. А рассеянный источник освещения — как некий софтбокс в фотостудии. Притом, направленный свет может давать все направленные источники, если на его пути идёт какая-то преграда. Например, если солнце светит через дырку в стене. Но это всё нюансы и слишком заумная галиматья. Поэтому, когда будете рисовать, просто делите источники освещения в голове на три группы. Лампочка, фонарик и софтбокс. То есть, представляете, солнце в виде лампочки, а небо затянутое тучами в виде софтбокса. Так вам будет легче понимать, откуда у вас идет свет и как будет ложиться тень. Из этого следует простой принцип. Направленные и все направленные источники освещения дают резкие насыщенные тени. Рассеянные источники освещения дают очень мягкие тени, как пирожки, которые готовит твоя бабушка. Ну и как вывод, комбинация разных источников освещения дает разные тени. Форма и размер тени полностью зависит от угла, под которым светит источник. И как вывод, комбинация разных источников освещения дает разные тени. Форма и размер тени полностью зависит от угла, под которым светит источник освещения, по соотношению к поверхности, на которую она отбрасывается. Если солнышко находится над вами, то тень будет простым черным пятнышком, а если под углом, то вытянутым силуэтом. Для того, чтобы у вас все получилось, заранее на работе пометьте себе, где у вас будут источники освещения и куда теоретически будут падать тени. Даже суперпрофессионалы, которые делают сложные картины с офигенным рендером и композицией, все равно делают себе пометки на источники освещения. Ведь по-хорошему свет влияет не только на форму и то, как она будет выглядеть, свет также полностью влияет на цвет вашего объекта. Я очень часто вижу такую ситуацию, когда художники используют для персонажей базовый тон кожи, независимо от того, где персонаж находится. Вот, к примеру, такой, такой или такой. То есть даже если персонаж-человек находится в подвале, где присутствует только холодный синеватый свет от луны, все равно кожа у персонажей у таких людей почему-то остается кремоватого оттенка. Так не бывает и быть не может. Что следует запомнить для того, чтобы этого избежать? Кожа, и не только кожа светлых оттенков, будет отражать свет, то есть напрямую демонстрировать нам цвет света. Человек с бледной от природы кожи при синеватом освещении будет синим. Если же кожа темных оттенков, она будет поглощать цвет света. По сути, это как режим наложения в фотошопе, оверлей и мультиплай. Из этого следует, что абсолютно любой источник света, который вы вводите в сцену, будет влиять на цвет объектов. Условный пример. Ёлка не может быть ярко-зеленого цвета, если дело происходит ночью, когда сверху есть холодный синеватый свет от ночного неба и луны, а внизу теплый свет от костра. Снизу ёлка будет иметь желтовато-оранжевые оттенки, а сверху синеватые. Многие художники даже делают такую вот световую карту, отмечая конкретные источники освещения, которые появляются у них на сцене. Ой-вэй, сейчас прервемся на небольшую минутку продажности и после этого продолжим. 10 апреля в школе Digital Art Club стартовала совместная распродажа курсов цифровая живопись и анатомия. Сначала в курсе цифровой живописи вы можете освоить все основы рисования на ПК. Изучение формы, цвета и света, плановости, композиции, качественному рендерингу и работы с референсами. Да и вообще вы научитесь просто делать вкусную картинку, а затем применять эти знания уже на анатомии. Анатомия так это и вообще хлеб с маслом абсолютно любого художника. Вы детально изучите строение человеческого тела, научитесь рисовать пластичные позы и сможете рисовать собственных персонажей из головы. Вы будете не просто знать, какие мышцы есть в человеческом теле, вы будете понимать, как они работают. И соответственно будете понимать, как их рисовать уже из воображения. На курс действует огромная скидка в 25% по промокоду CG1010. Впоследствии этот же промокод вы сможете использовать на скидку 10% на любой другой товар школы. Записывайтесь на курс по нашей ссылке в описании. Приятного вам обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Свет влияет не только на цвет самого объекта, но и оттенок его теней. Если вы ходили или ходите в художественную школу, то вы могли часто слышать следующие высказывания от очень-очень старых преподавателей, которые застали написание книги «Молот ведьм» вживую. Высказывание примерно такое. Если свет теплый, то тень обязательно холодная. И наоборот. Спешу вас расстроить, но это абсолютная чушь. Вы можете даже потроллить таких преподавателей следующим образом. Подойдите к нему и с ехидной улыбочкой спросите. Ой, извините, пожалуйста, какой же будет тогда тень на Марсе? Если это ископаемый ответит тебе «холодный», то смело киньте в него чем-нибудь тяжелым, потому что это некомпетентный человек. Оттенок теней полностью зависит от цвета окружения, а также от наличия источников рассеянного света на работе. Для того, чтобы понимать, какого оттенка у вас будет тень, надо понимать, какой цвет окружает вашего героя. Почему я приводил пример с Марсом? На Марсе небо имеет красноватый оттенок, и даже при наличии теплого источника освещения в виде солнца, окружение в виде красновато-оранжевого неба будет давать нам теплые тени. Просто представляйте окружение вокруг вашего героя в виде того же софтбокса, который имеет определенный цвет. Именно такого оттенка и будут тени. Для простого понимания представьте, что вокруг вашего героя находится стеклянный купол какого-то цвета, и внутри этого купола дополнительно есть какие-то фонарики. Цвета фонариков будут влиять на цвет самого героя, а цвет купола на его тени. Другое дело, что тепло-холодное сочетание считается неким стандартом красоты, и поэтому многие художники избегают одинаковых оттенков в тенях и на свету. Еще одним безусловно важным параметром на любой картине является перераспределение света. Как вы прекрасно знаете, свет теряет свою интенсивность по удалению объекта от источника. То есть часто всплывает такая ошибочка. Художник рисует двух персонажей, а рядом с ними находится факел, ну или любой другой источник света. При том, что расстояние у персонажей к источнику освещения разное, горе-творцы изображают одинаковую интенсивность света на этих двух страдальцах. Тут надо думать не только о расстоянии, но также и понимать, от каких поверхностей свет будет отражаться и какие преграды могут быть на его пути. Потому что любая преграда на пути света будет отбрасывать тень. Здесь очень хорошо сработает методика, когда вы заранее на плане своей работы расчертите дальность каждого источника освещения. Причем сделать это лучше всего в процентах, где 100% это максимальный засвет на героя, а 10% это слабый отблик. Таким образом, прямо во время рисования, перемещаясь по палитре интенсивности цветов, вы можете применить ваши расчеты сразу на практике. И у вас больше не будет вопросов, в какой же интенсивности будет свет на том или ином герое. Еще пара слов о палитре. Считается, что для того, чтобы картинка была красивой, на ней должны присутствовать холодные и теплые источники света. Но именно из-за этого правила многие художники становятся заложниками того, что рисуют теплый свет исключительно желтовато-оранжевым, а холодный свет синим. Чаще всего я вижу такую картинку, когда на героя светит теплый желтовато-оранжевый свет, и к нему добавлен контровой свет в виде холодного освещения. Это, конечно, все классно и киношно, но я хочу побыть капитаном очевидностью. Пожалуйста, вылезайте из стереотипов и продумывайте новые цветовые комбинации. Даже многие расширения фотошопа и других графических редакторов могут в этом помочь. Я имею в виду расширения типа Coolrous или вроде того, где уже заранее есть цветовые схемы вроде триады, и вы заранее можете, поигравшись с параметрами, определить цвет источников освещения на вашем рисунке. Причем эксперименты с цветом на рисунке — это очень хорошо. Привычная картинка может заиграть необычными красками, если просто поменять цвет источников освещения на другой, либо переместить сам источник освещения. Также одним из ключевых параметров привлекательности картинки будет служить процентное соотношение различных источников освещения. Если вы делаете рисунок, на котором 50% холодного света, а 50% теплого, то из-за отсутствия некой динамики и некоего ритма картинка может выглядеть хуже, чем если бы соотношение было, к примеру, 60 на 40. Глаз зрителя очень любит динамику не только в формах, но и в источниках освещения. Какой-то свет в любом случае должен быть доминирующим, а какой-то — дополнительным. То же самое идет по соотношению баланса тени к свету. Когда мы с вами разбирали тамбнейлы, мы уже об этом немножечко говорили. Само соотношение тени к свету на картине не должно быть строго 50 на 50. Многие так и вообще брезгуют продумывать тени заранее, а по итогу картинка оказывается пересвеченная или же начинает дробиться в глазах зрителя. И последняя вещь, о которой очень многие забывают. Свет всегда может проставлять акценты, ведь помимо всего прочего, свет является композиционным инструментом, при помощи которого вы можете заставить вашего зрителя посмотреть в определенную точку. Таким образом, выводя на свет самые важные элементы вашей работы, можно изменить всю композицию, проставив точки внимания в ту или иную последовательность, в которой задумывали. А если на вашей картине изображено несколько героев, то при помощи световых акцентов разного цвета вы можете указывать не только последовательность взгляда зрителя, но и определить настроение работы. Плюс всегда держите в своей голове, чем ярче у вас свет на персонаже или объекте, тем меньше деталей может увидеть зритель. Потому что я часто встречаю такую ситуацию, когда у какого-нибудь персонажа засвеченное лицо, но при этом художник пытается прорисовать ему поры или какие-то мелкие детали кожи. В целом, слишком яркий свет, как очень глубокая тьма. С этим главное не переборщить. Записывайтесь на курс по продвижению социальных сетей на художника на июнь. Вторая ссылочка в описании. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на треклятый колокольчик. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok